Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала Представляем вашему вниманию актера Сергея Горобченко Почему актер покинул родину, как оказался в больнице и личная жизнь у многодетного актера Сергей Горобченко является очень популярным актером Особенно среди женской половины публики Ведь обладает невероятно притягательной внешностью, талантом, мужественностью и несомненной харизмой Его кинокопилки множество работ в кино Но дороже всего для актера всегда остается семья Она для него на первом месте Появился на свет Сергей в Северо-Уральске В рабочей семье мальчик всегда сильно отличался от своих родителей Поскольку обладал творческими чертами характера И не стремился идти по их пятам Как и мама, в школе наш герой был в рядах отличников Очень любил читать классические произведения русских поэтов Но помимо учебы преуспевал и в спорте Посещая волейбол и футбол А еще просто ходил в качалку Изначально будущий актер очень хотел поступить в исследовательский институт Ближайший филиал которого находился в Санкт-Петербурге Но в этот вуз настолько была огромная конкуренция Что Сергей попросту испугался провала Но в родной город возвращаться не стал И поступил в горный вуз Однако в течение полугода он находился в состоянии сомнения В парне постоянно вырывался наружу творческий характер И с этим нужно было что-то делать Покинув горный институт в течение полугода Будущий актер раздумывал над будущим И остановил свой выбор на институте театра, музыка и кинематографии Покорить вступительную комиссию было легко Помог душевный отрывок из произведения Анна Каренина Молодой абитуриент настолько ярко и эмоционально исполнил нескольких героев Что сомнений о его принятии у членов комиссии не возникало Параллельно парень начал работать в ночном клубе Где исполнял стриптиз После окончания обучения Сергей дебютировал в театре Участвуя в различных постановках И исполняя роли второго плана Но однажды познакомился с Боярским Молодой актер играл в нескольких антрепризах знаменитости Михаил Сергеевич разглядел в парне невероятный талант И предложил переехать в Москву На что Сергей согласился и не прогадал Так Сергей стал участником одной из постановок театра Ленкум Роль была небольшая, но позволила начинающему актеру показать свои способности Буквально через пару месяцев он исполнял главные роли в популярных постановках Но однажды кино вытеснил театр из жизни А стартом была эпизодическая роль в сериале «Агент национальной безопасности» Узнаваемости она не принесла Сергею Однако на молодое дарование обратили внимание многие режиссеры В фильме «Башмачник» Сергей сыграл главную роль И она принесла ему успех Однако именно картина «Бумер» подарила актеру масса поклонников К такой популярности он не был готов Поэтому собрал вещи и отправился в Америку Для многих такое решение стало неожиданностью Ведь у актера было много предложений в новые проекты и новые роли Америка встретила Сергея совсем не так, как он думал Пробиться в мир Голливуда было практически невозможно Несколько месяцев он пел в ресторане, хотя никогда не учился вокалу Ему даже удалось поговорить и пожать руку легенде Голливуда Известному актеру Ричарду Геру Но на этом все и закончилось Вернувшись в Москву, он продолжил исполнять главные роли в фильмах и сериалах Некоторые из них принесли весомые награды На данный момент в кинокопилке нашего героя около ста работ в кино И с каждым годом количество этих работ растет Сергей по-прежнему популярен и любим многими зрителями Личная жизнь В жизни актера было всего две женщины С первой фактической супругой молодой студент познакомился Еще обучаясь на втором курсе актерского вуза Девушка тоже хотела посвятить свою жизнь этому ремеслу На сегодняшний день известная актриса Александра Флоринская Была фактической супругой Горобченко на протяжении шести лет И родила любимому сына Глеба Однако со временем эти отношения стали отдаленными И Сергей уже не видел будущего с Александрой Поэтому принял решение разойтись в разные стороны Но актер с теплотой вспоминает о бывшей избраннице И рассказывает, что это было самое трудное решение в его жизни А еще труднее и больнее было расставаться с сыном Глебом Отношения с Глебом актер всегда поддерживал Но сейчас сын вместе с мамой живут за границей Поэтому эти встречи крайне редкие Затем в жизни актера появилась Полина Невзорова Дочь известного тележурналиста Александра Невзорова Эти отношения привели возлюбленных не только в ЗАГС Но и в церковь Пара обвенчалась А еще Сергей благодаря супруге 7 раз посещал родильное отделение Любимая подарила актеру трех сыновей Петра, Ивана и Александра А еще четверых принцесс Дочерей Софию, Анну, Екатерину и Полину Мужчине приходится очень много работать Чтобы обеспечить свою большую семью Поэтому Сергей буквально живет на съемочной площадке Такой график не мог пройти бесследно Было такое, что актер потерял сознание и был отправлен в больницу Поскольку из-за плотного графика ему не удавалось нормально питаться Да еще и постоянные стрессы, нервное напряжение И поджелудочная железа актера не выдержала такой нагрузки и дала сбой Слава Богу, на сегодняшний день с актером все хорошо Он по-прежнему продолжает сниматься в кино Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста А мне в свою очередь хочется пожелать Сергею новых интересных проектов и главных ролей Всем огромное спасибо за внимание Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok